Комиксная часть сюжета «Ходячих мертвецов» завершается через два года, но это не конец всей франшизы «Ходячие мертвецы». Помимо спин-оффа Дэрила Диксона и Кэрол Палетье, AMC анонсировала серию антологий «Tales of the Walking Dead», посвященную отдельным историям, действия которых происходят в мире мёртвых. Мало что известно о новой драме, за исключением того, что AMC описывает её как эпизодическую антологию с отдельными эпизодами или дугами эпизодов, сосредоточенными на новых или существующих персонажах, предыстории их или другом отдельном их опыте. Общее мнение среди фанатов и американской прессы сходится на том, что сказки будут ещё и механизмом вернуть на экране полюбившихся давно умерших героев и злодеев. Самая популярная версия, что лично я натыкался в сети, что через них как раз расскажут про прошлое, например, Глена и Абрахама до воссоединения с группой Рика. На самом деле звучит это, конечно, неплохо, но в то же время мне вот сложно как-то видеться в ситуации, чтобы канал всерьёз сильно рассчитывал на большие какие-то цифры рейтингов, на шоу про умерших героев, которых нет на проекте, минуточку, уже больше пяти лет. То есть, конечно, как какая-то часть серии или даже целую серию, этому можно и посвятить, но далеко как-то не целый сезон, например. Тем более к тому времени, в 2023 году, актёры уже будут выглядеть далеко, не как в середине десятых годов. Ну и главное, лично для меня проблема, мы все знаем финал каждого из них, и от этого теряется валовая доля интереса их истории. Но в то же время есть и антигерои, судьба которых буквально-таки просится, чтобы быть экранизированы. Для меня это прежде всего Губернатор и Ниган. Про Филиппа Блейка и его брата-близнеца есть три отличные книги Роберта Киркмана и Джейб Нансинки, которые я к своему стыду огромному всё ещё не прочёл. Но в них гораздо сильнее раскрываются внутренние демоны-злодея и причины, светшие его с ума. С Ниганом история более бедная, о его прошлом вышел всего лишь один комикс, обзор на него можно посмотреть, перейдя по ссылочке в описании. Однако даже на его основе можно отснять большую насыщенную часовую серию, чтобы узнать, что Ниган далеко не Губернатор, а скорее такой расчётливый эгоист. Ещё одно важное преимущество его перед Блейком, Ниган всё ещё жив в сериале и комиксе, и на его судьбу будет намного интереснее смотреть, потому что она перестанет зависеть от печатного материала. Напомню, пару месяцев назад вышел комикс-продолжение «Ходячих» «Ниган жив», о судьбе Нигана сразу после его разборки с Мэгги, обзор тоже есть в описании. Поэтому давайте пофантазируем, о ком могут быть новые истории «Ходячих мертвецов» Скотта Гимпла. Одна из самых популярных идей фан-сообщества «Ходячих мертвецов» – а может ли игра от Telltale Games иметь какие-то пересечения с сериальной адаптацией? Киркман ранее говорил, что нет, но тот же Киркман и обещал до этого, что его комикс может длиться до сих пор, но комикса уже нет. Появление Клементины или Ли Эверетта – одна из самых ярких историй в мире «Ходячих мертвецов», которые многие фанаты требовали всегда увидеть на экране. И если полноценной телеадаптации никогда и не будет, то почему бы не сделать хотя бы одну серию сказок, посвященных Ли и Клемм? Причем не обязательно пересказывать сюжет игры. Сказки вполне могут соприкоснуться только с нынешними реалиями, в которых Клемм осталась уже после финального сезона. Там же она и может как раз таки рассказать, какой она путь прошла через игру, когда она впервые, например, встретила Ли и что же им пришлось вместе пережить. В 2016 году в свет вышел также специальный выпуск комикса «Чужак» про путешествие брата Рика, Джеффри, сразу после начала апокалипсиса. Ссылка на обзор на него у меня также есть в описании. Если кратко, то родной младший брат Рика, Джеффри, уезжает искать себя в Барселону, и там его настигает восстание зомби. Затем он встречает одну девушку, и вместе им предстоит добраться домой в США. Но получится ли? Наконец, самый реальный вариант для сказок – это путешествие Мишон в поисках Рика. Странно думать, что 11 сезон завершится, и мы никогда не узнаем, что же за караван встретила Мишон и на какой корабль все они шли. Данай Гурира действительно покинула сериал, но она не покинула вселенную «Ходячих», что дает больше вариантов, что она как раз таки появится в одной из историй Гимпла, или в каком-то из фильмов Рика. Фильмы про Рика, как уже стало ясно, более сложный проект для продюсеров AMC из-за дороговизны, а сериал вполне они могут потянуть. Потом вспомните те самые слухи, что были еще весной, про мини-сериал про Мишон, что будет предварять первый фильм Рика. Так или иначе, но почти все эти сливы в разном виде уже оправдались. Слух о сериале про Дэрила стал сериалом про Дэрила и Кэррол. Инфа про закрытие основного шоу после 12 сезона тоже стала реальностью. Слово по тем же сливам Дэрил, Ниган и Мишон должны будут задействованы в самих фильмах Рика. Ну и не забывайте, мы все еще ничего не знаем про то, где была Мэгги почти два сезона. Расширенная вселенная Ходячих Мертвецов не может называться полной, если об этом просто будет упомянуто вскользь в 11 сезоне, или например БХМ. Рассказать про группу Джорджи, ее вероятную связь с группой Ключа Джинни и с БХМ, может одна из сказок как раз. Но это может и сделать и предстоящий шестой сезон БХМ. Хотя, насколько я знаю, в первой половине шестого сезона никакой Лорен Коэн на съемках задействовано не было. И это я все к тому веду, что развивать вселенную, что с грехом пополам постепенно формирует Скотт Гимпл, можно еще долго и вполне даже интересно. Кто бы как бы не критиковал его пафос, но наличие тайной военной организации, тайного нового правительства по всем штатам, разработка лекарства от вируса и средств связи уже рождает немалый интерес к тому, что же там за границей Александрии. Поэтому лично для меня даже уже далеко не так и сильно важно, что происходит внутри союза общин. Это я и так знаю по комиксу, а вот что происходит в остальной Америке и мире, комикс почти никогда не говорил.